Сегодня ключи от семи новых квартир получили дети-сироты, стоявшие в очереди на протяжении последних десяти лет. В торжественной церемонии приняли участие глава городской администрации Керча Владимир Подлепенцев и председатель городского совета Лариса Щербула. Наталья Зимцова пришла на церемонию вручения с дочерью Анечкой. Безусловно, получить квартиру от государства – настоящий подарок. Однако Керчанке предстоит еще немало работы, прежде чем жилье обретет очертание уютного семейного гнездышка. Здесь вот с той стороны, с уличной, тоже вот такая вот трещина. И вот здесь вот тоже, вот трещина, даже обои потрескали все уже. А здесь, видимо, тоже дверь была, потому что видно, вот этот, заделали. В квартире Натальи Зимцовой, расположенной на последнем этаже пятиэтажного дома в районе 7 ветров, две комнаты, кухня, ванная и балкон. По словам Керчанки, здесь долгое время никто не жил. Поэтому в помещении пахнет канализацией и сыростью. На стенах в некоторых местах поселилась плесень, течет водосток. С крыши идет слив. Она, видимо, может, или пластиковая, там вот, как я вижу это, но она где-то протекает, что вот сырость какая вся идет. Старые хозяева даже вывезли два пластиковых окна – в кухне и детской, на место которых установили старые деревянные. «Окно было, видимо, построено пластиковое, а то, видимо, сняли, а это старое поставили. То, что, вот видите, как бы соединено». Свет есть не везде. Зато батареи работают исправно. В квартире достаточно тепло. Больше всего Наталье нравится ванная, которая теперь целиком и полностью в ее личном распоряжении. В общежитии, где сейчас живет сирота, такой роскоши не было. «Здесь, конечно, запах ужасный, но вентиляционная, видимо, работает или нет, не знаю, конечно. Ну, как бы ванна мне нравится, она маленькая, чистенькая. Туалет пока нормальный, ну, почистить помыть. Раковина пока вот, она нормальная, льется». На кухне установлен газовый котел, старая газовая плита и раковина. Мебель, конечно, придется выбросить. Переезжать Наталья Зимцова планирует уже в ближайшее время. Однако самостоятельно произвести ремонт во всем помещении мать-одиночка не в состоянии. «Кто толком не жил, что вот так вот не обхожено. Работы вам еще предстоит немало здесь?» «Ну да, здесь еще предстоит много чего мне сделать. Будем со временем потихонечку что-то делать». Главное, считает Керчанка, что есть квартира. И маленькая Анюта будет расти уже в своей отдельной комнате. Со временем будет произведен ремонт, расставлена мебель и мама с дочкой заживут счастливо.